Парк Инстамбул Парк Инстамбул Можно сходить в этот парк На Чикмикое У него сайт паркинстамбул.com Здравствуйте Трогать страшно мне Тут кушаете? Вы тут кушаете? Ой, они трусишки Это не то, что в Тае Который там целовался Обнимался даже А трусишка такой А вот ты смелый, да? Какой ты хороший Мы увидали Как они называются? Альпаки Как в сериале Американская семейка Американская семейка Я вот завел тут Как раз две Как раз две Альпаки крутые Они вот здесь тоже в свободной природе ходят Их можно потрогать, покормить Если они, конечно, дадутся потрогать Постоянно зуюсь Не даются, да? И дадутся Они еще и задом к тебе повернулись Да Вот что я о вас думал Вова не оставляет попыток Это одно из его любимых животных Который бы он мечтал завести дома Желательно двух Вот этих забрать можно? Я бы этих забрал А вот это, видите, очередь Это очередь к медвежатам Которым можно зайти Их потискать Покормить Мы тоже хотели к ним попасть Но следующий вход через час Если мы тут час пробродим То мы обязательно туда зайдем Так, мы сейчас будем резвиться с мишками Эй Омер, дай, смотри Ама Ама Али Али Ут stinks Ут vraag Утаж Утаж Ничего себе, он просто сосёт, он меня испачкал, ну ладно, это не страшно. Это что-то невероятное. Господи, я же на его маму. Ты такой прелестный. Вкусный банан, вкусный банан. Вкусный банан, господи. Я такого никогда не ощущала. Это потрясающе. Ты что тут сидишь, один? Ты что тут один? Меня ест медведь. Я лыю. Если хотите испытать новых ощущений, вам сюда. Это что-то невероятное. Боже мой, этот маленький медвежонок. Я хочу тебя забрать с собой. Я буду твоей мамой. Ты такой хорошей. Мы наткнулись на псов. Тут псы в Стамбуле очень злые, уличные. А эти вон какие прислужливые какие. Добрые, хорошие. Ты опять за свое? Хочу пца забрать. Ну ты пёс за парк. Аркадский нельзя его забрать. Хочу забрать. Он уже твой? Он уже мой. Смотри, лиза камера. Смотри, лиза камера. Смотри, лиза камера. Ты че? Такая малыш. Обожается. Так, пойдем дальше посмотрим, что тут есть. Так, это утки. Утятная. Утятня. Утятня. А вот тут только нету. А есть эта уточка, которая в Санкт-Петербурге завелась-то редко? Мандаринка. Мандаринка. Есть тут мандаринка? Пока не видно. Кто кричит? А вот теперь нет. Кто кричит? Нет. Это вот этот вот длиннолапый кричит. Это ты кто такой? Он не может понять, как мы сюда помещили. Утка вообще. Я ж не утка. Тебя что, с уткой перепутали? Лапы-то у тебя какие шикарные. Шикарные. Ой, какие тоже. Посмотри, вот этот красивый с зеленым клювиком. Слушай, лапы такие мощные у него. Вот как он ходит вообще с этими лапами. Он же всех задевает. Посмотри, он утку задел. Но он вроде извинился. А вот это не мандаринка случайно? Вон та вот. А кстати, может быть и мандаринка. Они же разным цветом бывают. Похож, да? Похож. Мне нравятся мандаринки. Очень красивые. Только это он и есть. Да, наверное. Мандаринка. Прелестное название для утки. Так, а там что у нас? Там, наверное, рептилии, да? Ничего не знаю. А, да. Змеи да рептилии. Ну, пойдем глянем. Утка. Утка. Вова очень боится змей. А вот ящерки боишься? Ну, судя по Таиланду, очень. Просто любишь смотреть? На ящерки. Да, просто смотреть не люблю. Варанчик типа какой-то маленький, да? Вот здесь быстро пробежимся, покажем, потому что рептилии не самые любопытные животные, конечно. Да и парк великий. Гекончики это дело. Кто это? Гекончики. Ой, ты посмотри, какой улыбах он. Вот это улыбается, друг. Смотри, он тоже спит. Можно сфотографироваться со змеей, если желаете. Сжевать? Нет. Если честно, нет. Как по мне, не самые симпатичные животные, особенно для фотографий. Но мальчик был в восторге. Ну, мальчику понравилось. Он, наверное, когда вырастет, террариум дома заведет, вопреки всем запретом мамы. Мама, ты на тигр смотреть? Вот это другое дело. Кошки, вот кошки, это для нас. Тигр, покажи тигр. Тигр. Да, да, они везде спят. Да? Да, почему-то они везде действительно спят. Таких бы мы не были в зоопарках, в каких странах мы не были в зоопарках. Они везде спят. Мне кажется, их просто кормят. Снотворными. Тоже спят. Львица и лев. Львица такая грустная лежит. Хочется порезвиться, а сил нет. О, смотри. Красавец. Роснулся. Красавец. Лев вообще без задних ног. Так, кто тут еще есть? Давай посмотрим, да? Пума. О, мартышки. Так, где она тут? Да, вот эти вот большие кошачьи почему-то везде всегда спят. Так жалко их. Да? Ну, ходили бы себе и ходили. Столько у них сооружений для прогулок. А их высыпляют. Так жаль. Повернись вон к мартышкам. Смотри, она вон что-то ищет. Пытается найти. Выснула лапу. Наружи. Мартышки шкодные такие. Меня в детстве избила мартышка, я помню. Оторвала мне клок волос. На лбу. Вот это ты молодец, конечно. И что это? Все нормально там? Не потерял. Очень чудные и потешные. Вы про меня? Что у него там? Ранки какие-то я вижу. А ты рассказал, что здесь не просто зоопарк реабилитационный центр. Сюда поступают животные, которые требуются лечения. И после лечения их направляют уже вместо их дислокации. Это могут быть зоопарки различные, приюты для животных. Поэтому здесь животные обновляются периодически. Одни уходят, другие приходят. Те, кстати, еще смешные мартышки. Это помнишь, вот эти вот, которых мы видали в Анапе? За ними очень долго наблюдали. Они вообще настолько чудные. Такого бы я дома была не прочь завести. Куда ты пошла? Так, я сейчас сорву веточку, пока никто не видит. Оп, не получилось. Ну, я еще попробую. Ну, давай. Давай, давай. Ну, чуть-чуть получилось только. А этот что-то грустит. А ты что грустишь? Ты что грустишь, дружочек? Кто тебя обидел, расскажи. Кстати, в Стамбуле распространены приюты для животных разных. Вот Вова мечтает устроиться в приют для животных, для кошек. Мы даже уже нашли один. Поедем туда вести корм для них. И ждем, когда освободится вакансия. Да, когда арабу надоест там работать. Хозяйка приюта рассказала, что очень мало адекватных людей к ней приходит работать. Которые даже не знают, как подступиться к кошкам. И уже кучу она выгнала. Ну, вот сейчас пришел афганец, по-моему, или араб. Ой, афганец. Афганец пришел. Да, арабовно говорит. День пока работает. Сегодня второй день. Пока ее устраивает. Но сказала внимательно смотреть за обновлением объявления, потому что это не факт, что он нормальный. А Вова придет со свитой кошек. Он здесь с ними везде ходит с этой свитой. Лошади. Где лошади, там и вороны, конечно. И бараны. И бараны, да. Они друг без друга никак. Но мне нравятся больше козочки. Да, вот здесь еще продолжается стройка или реставрация. Расширяется, в общем, зоопарк. И, видимо, места не хватает для животных. Но это здорово, когда есть такое место, где животные могут оказывать помощь. В общем, совмещают полезное с приятным. Они собирают деньги за вход, где просмотр живут. А потом используют их для лечения и реабилитации. В Турции есть программы для лечения бездомных кошек. Кстати, вот в каком же городе-то? По-моему, в Измире, да? Создали первый приют-парк для кошек. Где у них там много сооружений, мостиков различных, качелей, качалок. Территория огорожена. Но туда можно зайти, порезвиться с кошками, принести им корм. Там им оказывают помощь, лечение. И пристраивают в добрые руки. Также для собак тоже созданы приюты различного рода. Их достаточно много здесь. Так как турки часто выбрасывают породистых собак. Избавляются от них. Поэтому смешной, да? Поэтому здесь нередко можно встретить на улице собак от якширских терьеров до догов. Вот недавно в Стамбуле выкинули Джек Рассела. Вот болеет. О, не, не Джек Рассела, а как эти? Лабрадоры, да? Лабрадора. Лабрадора выкинули недавно, нашли. Искали ему место, новых хозяев. Бедный лабрадор, они очень добродушные. Его даже кошки избивали. Не говоря уж о собаках. И вот здесь созданы волонтерские движения, которые находят породистых домашних животных. Так как им просто не выжить в неволе, так сказать. На воле. Везут их в приют, оказывают им помощь и ищут новых хозяев. А уличных псов, дворняк, также отлавливают в городе. Не усыпляют, а стерилизуют их, вакцинируют, лечат. Метят специальными пластмассовыми стикерами на ухо и отправляют на улицу. То есть они, чтобы они не разносили заразу по городу. Но лучше к ним не подходить, так как они, ну, злобноватые достаточно. Вот этот маленький, но злой такое лицо, конечно. Лицо у вас, мистер, конечно, пугающее. Такого встретишь и задумаешься, подходить к вам или нет. Ты что, забился в угол? А, как ты скачешь хорошо. А там вот сверху, смотри, подружка лежит. А подружка-то милашная. Смотри, какая прелестница. А ну-ка меня снимай давай. Смотри, я тут как хожу. Оп, оп, оп. Хорош. А тут надо же, страусы и козы, все в одном ограждении. Они все дружные. Тебе надо потрогать? Ну, давай. Какое у тебя дыхание теплое. У нее такое теплое дыхание. Вот, кстати, у песиков вот такие же стикеры на уличных псов. На ушках висят в городе. А у кошек кусочек ушка. Если отсутствует, значит, она вакцинированная и стерилизованная. Ой, енота я люблю. Я однажды даже держала в руках енота. Они приятные парни. Но дома такого держать, конечно. Это нужно ему мяньку нанимать, чтобы она от него не отходила. Иначе разворошит всю вам квартиру. Уж очень они непоседливы. Ну, постирает все. Ну, постирает. Телефон постирает даже. Да, малыш. Ой, посмотри, вот малыш. Здравствуй. И ты, и тебе здравствуй. Вы что, не надо драться, пацаны. Ты муравья хочешь? На, лови. У него носик. С носиком беда. Да? У тебя с носиком беда. У тебя с носиком беда.